Владимир Котов Импортозамещение средств индивидуальной защиты. В текущей повестке этот вопрос стоит наиболее остро. Расскажите, пожалуйста, как переживают крупные промышленные потребители средств индивидуальной защиты уход с российского рынка иностранных компаний? Отсутствие иностранных брендов за достаточно короткий промежуток времени смогли заместить другими марками. И это произошло благодаря тому, что в процессе предварительной работы коллеги уже имели некие аналоги. Да, изначально была некая растерянность, но буквально за короткий промежуток времени, как я уже сказал, это вопрос нескольких недель, смогли предложить аналогичную продукцию. В основном, конечно же, производители из Юго-Восточной Азии. А насколько выросла на российских производителей нагрузка и отражается ли это на качестве поставляемой продукции? Безусловно, ажиотажный спрос, который мы наблюдаем еще с периода пандемии, когда вот невероятный вызов, в первую очередь, конечно, на средства индивидуальной защиты органов дыхания, на изолирующие костюмы. Потом он продлился с большим спросом на другие средства индивидуальной защиты. И вот мы находимся в таком состоянии уже несколько лет. Сейчас все производства, все производители, все поставщики испытывают повышенный спрос на продукцию, на средства индивидуальной защиты. Если мы говорим о швейных предприятиях, то швейные предприятия загружены на несколько месяцев вперед, равно как и обувная промышленность. Остальные производители работают с большой нагрузкой, но уже, так скажем, в текущем режиме. Эту ситуацию мы прогнозируем минимум на год, может быть, даже и на два. А чем заменять импортные ткани и комплектующие? Как все эти изменения повлияют на ценообразование? К сожалению, достаточно много продукции, которые не производятся на территории Российской Федерации. В первую очередь, это и сырья, и материалов. Известно, что хлопок не растет на территории Российской Федерации. Достаточно много химии, красителей и так далее, и так далее тоже производится за пределами нашей страны. Поэтому предприятия, когда столкнулись с разрывом логистических цепочек, были вынуждены с коротких промежуток времени находить аналоги. В основном эти аналоги сейчас приходят к нам из Турции, из Китая, из ряда дружественных стран. Но есть нюансы. Почему? Потому что приходится с колес подстраивать технологию. Конечно же, это вызывает дополнительные сложности в производстве. Удлинилась логистика, удлинились риски, удлинились способы оплаты, повысились издержки. Этим, конечно же, воспользовались и в том числе наши партнеры за границей. Они тоже изменили свои цены. И мы сейчас на сегодняшний день наблюдаем увеличение цен по разным позициям от 20% вплоть до 80% до 100% и даже более на некоторые позиции. Если мы говорим о сырьем материалах на конечных изделиях, это сказывается пропорционально. Но если говорить по текущей ситуации, то на сегодняшний день удалось добиться некой стабилизации в ценообразовании по сравнению, например, с весной 2022 года, когда объективно на рынке была некая растерянность. Сейчас эту растерянность уже преодолели. Насколько известно, сейчас российский рынок средств индивидуальной защиты занимает четвертое место в мире после США, Китая, Германии. С какими результатами он заканчивает этот год? Если мы говорим в абсолютном выражении, то рынок средств индивидуальной защиты в этом году достигнет 210 миллиардов рублей. Это без НДС и без учета поставок силовой структуры. Надо сказать, что наш рынок, являясь неотъемлемой частью российской экономики, он, начиная с начала 90-х годов, постоянно растет. То есть это постоянный рост. Опять-таки это связано с ростом, с развитием экономики. Это связано, конечно же, с небольшой базой, с которой мы стартовали. И это связано с тем, что роль значения человеческой жизни постоянно увеличивается. И необходимость создания и обеспечения безопасных условиях труда становится от неких декларативных моментов, уже приобретая практическую плоскость. Поэтому наш рынок растет, растет всегда, как я уже сказал. Даже в большей степени начинает расти в некие кризисные моменты. Почему? Потому что именно тогда выявляется ряд сложностей, моментов, на которые, в первую очередь, необходимо обращать внимание, как это было в период ковида. И наши коллеги, выполняя эту задачу, дают определенный толчок для роста. Поэтому, если подытожить, то 210 миллиардов. И мы видим потенциал для роста в последующие годы. Это однозначно, по крайней мере, увидим. Расскажите как раз поподробнее про точки роста. Где они, и в каких отраслях, и на каких направлениях вы ожидаете поддержку государства? У нас практически по всем видам СИЗ существует зависимость от наших коллег, от наших партнеров за границей. То есть по-разному. Где-то это 30%, где-то это достигает даже 80-90%, как, например, в производстве перчаток. И здесь, конечно же, есть большой потенциал для адаптации, для локализации производств на территории Российской Федерации. И я глубоко уверен в том, что это необходимо делать. Почему? Потому что недопустимо повторение той ситуации, которую мы наблюдали в первые месяцы ковида. Когда, извините, из-за простых примитивных вещей мы наблюдали определенную растерянность, где-то даже панику. Что люди не могли обеспечить самым простым изделием, вот этими простыми масками. И, конечно же, большая, огромная страна не должна допускать этого. Поэтому все виды СИЗ так или иначе должны производиться на территории Российской Федерации. Именно поэтому на сегодняшний день мы готовим определенные предложения для федеральных органов исполнительной власти. Обращаем внимание на необходимость выделения конкретной помощи, конкретной поддержки. В первую очередь это по развитию такой отрасли, как средства индивидуальной защиты рук. Необходимо, конечно же, уделять внимание легкой промышленности. И сейчас наши предприятия активно начинают эти технологии уже развивать на территории Российской Федерации. Я думаю, что прямо в ближайшем месяце мы увидим новые изделия, которые будут произведены в большей степени в нашей стране. А какие рекомендации по выбору СИЗ вы, как эксперт, можете дать? Применяя и используя их, вы должны быть убеждены в их безопасности в первую очередь. Вы должны быть убеждены в том, что они вам помогут и как раз обладают теми самими функциями, для которых предназначены. А вот чтобы быть в этом убежденным, необходимо, конечно же, ознакомиться с теми документами, которые это подтверждают. В первую очередь сертификаты соответствия, подтверждающие защитные свойства. К сожалению, нередки те случаи, когда свойства, задекларированные на бумаге, далеки от тех, которыми эти изделия обладают. Если у вас возникают сомнения, то необходимо проводить дополнительное сертификационное испытание для того, чтобы подтвердить защитные свойства. Почему это важно? Дело в том, что с 1 марта 2022 года вступил в силу 10-й раздел Трудового кодекса, в соответствии с которым работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, в том числе с помощью сертифицированных средств инновационной защиты. Вы можете, как работодатель, либо поверить тем бумагам, тем документам, которые вам предоставляют, либо можете их как-то перепроверить, но в любом случае ответственность лежит на вас. И поэтому то, каким образом вы выстроите эту работу, это уже будет целиком полностью зависеть от вас. Об этом мы, как профессиональное сообщество, будем подробно разговаривать на нашей традиционной международной выставке, международной форуме БИОТ, которая пройдет с 6 по 9 декабря в экспоцентре на Красной Пресне. Потому что это то место, где встречаются как раз и разработчики, производители, поставщики, крупные потребители, эксперты рынка. Причем не только с нашей страны, а со всего мира. И в этом году, несмотря на геополитическую ситуацию, на выставке будут представители из 15 стран мира. Да, и около 300 компаний представят свои разработки, свою продукцию. Да, да, да. А расскажите, пожалуйста, чем эта выставка этого года будет отличаться от предыдущих и какую деловую программу ожидать? Конечно же, ситуация уникальная. Ряд известных брендов, традиционных брендов, которые присутствовали на нашей стране, покинули, их продукции нету. Поэтому коллеги сейчас активно замещают эту продукцию. Далеко не все обладают информацией, что на что и как правильно заместить. Это раз. Второе, появляется новая продукция, неизвестная продукция. И в определенной степени этот рынок становится интересен новым производителям, как я уже сказал, из Углевосточной Азии. Это и из Китая, и из Турции, из Ирана, из Индии, из Пакистана. Поэтому вся эта продукция в полном мере будет представлена на выставке. Конечно же, мы будем обсуждать первые итоги внедрения тех изменений, которые произошли в результате изменений в плане контрольно-надзорной деятельности государства. Напомню, было отменено более 700 нормативно-правовых актов, регулирующих сферу охраны труда, регулирующих отрасль создания и обеспечения безопасных условий труда. Им на смену пришли новые документы, в соответствии с которыми необходимо каждому работодателю в этой стране переработать свои локально-нормативные акты. И это большая, серьезная работа, вызвавшая огромное количество вопросов. И сейчас мы уже видим некие первые результаты. И об этих результатах в качестве примеров, в качестве кейсов будем говорить в рамках международного форума. Почему? Потому что что-то получается, что-то не получается. И как раз коллеги, в первую очередь, сами работодатели будут делиться, обсуждать. Это очень, на мой взгляд, важно. Почему? Потому что это прям практическая история. Это прям практическая история о том, как делается, как будет делаться, и что в этом плане можно и нужно менять, и как это правильно сделать. Владимир, я благодарю вас за интервью.